Уровень воды в реках Зея-Мур начал снижаться. Росгидромет заявляет, что пик паводков при Амуре пройден. Ситуация сегодня обостряется вниз по течению Мура в Хабаровском крае. В Амурской области, по прогнозам МЧС, люди эвакуированы из затопленных территорий, через 7-10 дней смогут вернуться в свои дома. Пока же пострадавшие от наводнения находятся в пунктах временного размещения. Один из них в селе Волково Благовеченского района. Здесь в местной школе и клубе находятся в общей сложности 90 человек. Волково расположено на возвышенности и не пострадало от наводнения, чего не скажешь о селах, находящихся по соседству. Градекова, Владимировка, Устивановка. В них практически нет неподтопленных домов. Рассказывает жительница села Устивановка Наталья Сергеенко. Все неожиданно, очень неожиданно. Я в течение недели, я каждое утро просыпалась, ходила проверять воду. Но у нас, так как дача наша стоит на бугру, мы оказались как бы на острове. Очень интересно было, конечно, вот нас с Тимофеем МЧС спасали, привезли сюда. Муж остался там, на крыше с собакой. Сейчас у нас вода, говорит, маленечко уходит. Осталось где-то по пояс водички. Было какое-то предупреждение о том, что идет такой поводок? Нет, мы не знали. Ну, как бы мы новости смотрели, вот Ивановка, топила Ивановку, Зайский район. Мы переживали, конечно, но так как на наш поселок, на наш Благовещенский район, мы не знали, не ожидали. Я вообще не знала, не думала, что так будет. Страшно, это страшно. Что с имуществом произошло? Ну, что с имуществом. Что успели поднять на крышу, то подняли. Как затопило. Продолжает житель села Владимировка Юрий Сламяный. С больницы приехал, ну и спал. В 6 часов утра сирена. Ну, сестра забегает ко мне в комнату. Ну, говорит, поедешь, а я больной, ноги болят. На чердак не залезал. Ну, я говорю, конечно, она быстренько собрала мне. Ну, я оделся, она сменку мне дала. Я паспорт захватил. И меня сюда привезли, в Волково. Сначала в больницу, а потом уже сюда, в обед. 5-го числа. А почему она не эвакуировалась с сестра? Ну, как, охранять же кому-то надо. Она там к соседям, там, высоко в них. Уже топила, ну, там, в доме была, ну, терпимо было. Сильно ваш дом пострадал? Да, сильно. И теперь что, восстанавливать или заново будет? Да, его надо трактором сгребсти, и все. Он с 84-го года после потопа признали 80% непригодного жилья. Ломом бьешь, и в доме находишься уже. Насколько он все сгнил. Говорит жительница села Устивановка Елена Соловещу. Нас предупредили? Нас предупредили. Мы заранее собрали вещи, ждали до последнего. Когда пока двор не затопило, там полностью Венеция у нас стала. Тогда уже говорю, все, пора. И нас на МЧСовской машине вывезли на сухое место с детьми. А там уже помогли родственники, добрались сюда. Здесь зарегистрировались. И вот сейчас здесь мы находимся. Условия хорошие. Были люди, которые отказались ехать? Были, да. Были люди, которые отказались. Но, тем не менее, смотрю, они потом позже, все-таки, они сюда прибыли. Тоже дочитали до последнего. Ситуация там опасная, кажется, да? Да. Ситуация опасная. Каждый раз все топит и топит. Но есть места, которые маленько не затоплены. Но грязь ужасная. И просто до магазина не дойдешь. И свет отключен. В общем, вот такие условия есть. Люди успели вывезти имущество или нет? Кто успел, заранее увезли мебель там габаритная свои, там все. Машину угоняли сюда, в Волково, в Ровный Новый Гор. Вот вчера муж приезжал, говорит, что МЧСовцы предлагали вывезти свиней. Люди, кто согласился, кто отказался. Есть опасность мародеров у Стихановки или нет? Есть, да, есть. Овощи есть, собираются. Ну, я думаю, там у нас работают службы, МЧС и полиция. У вас там какие повреждения? Восстанавливать придется или нет? Ну, мы живем в полном доме. У нас полный подвал воды. На втором этаже там сырость. В общем-то так. А участок у нас, в общем-то, пока еще только грязь. В подполье завыта. То есть, слава богу, так как у Владимировки не придется отстраиваться? Ну, я думаю, что нет. Здесь на сколько примерно вы остаетесь? Я думаю, еще, ну, ну, самим неделю уже все уже, думаю, что сейчас водопады, говорит, ну, может быть, еще неделю. Там проведут мероприятия санитарные, видать, что все откачивать надо. Все это, все нечистоты плавают. Много собак подпускали, вот, жители, у кого затопило дома, дворы. Подпускали собак, они вот там, не знаю, как они сейчас там. Ну, про него уезжали, они бегали по селу. В Благовеченске дамбы сумели сдержать напор воды с разлившейся зеи. Город был подтоплен лишь частично, в основном в юго-восточной части. Пункты временного размещения людей остались, к счастью, пока невостребованными. Антон Лузгин для Радио Свобода, Благовеченск.